Могучий бомбардировщик Ту-4 и тяжелый транспортный вертолет Ми-12, истребитель И-16 знаменитый Илья Муромес. Ветеран авиации на заслуженном отдыхе. Уникальные экспонаты, которые можно встретить только в Монинском музее ВВС. Чтобы проникнуться духом истории авиации, сюда едут со всех уголков мира. Однако не так давно появился пугающий слух о переезде музея, переносе экспонатов в новый тематический парк. Не на шутку встревожены оказались и сами сотрудники учреждения, и представители общественности. В ходе рабочего визита вопрос обсудили с депутатом Государственной Думы Владимиром Кононовым. Депутат слухи поспешил развеять. Музей останется на месте. Слава Богу, все остается как есть, и музей остается здесь. Перенос – это определенные потери. Но это не только потери технические, технологические, это же еще потери эмоциональные, это потери человеческие. Поэтому в этом плане, я думаю, что все-таки вовремя это осознали, и музей остается здесь. Перевозить куда-то, чтобы там плюс инфраструктура еще не создана, это вообще не рекомендует. И как отнесется вообще сама Московская область к тому, чтобы вот здесь был музей, и вдруг его не стало. Экспозиция музея насчитывает порядка 37 тысяч различных материалов. Самые наглядные – две сотни летательных аппаратов, в том числе настоящие самолеты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн. Так, на этом истребителе модели Ла-7 знаменитый летчик Иван Кожедуб лично сбил 17 самолетов противника. Владимир Кононов принял участие в масштабной экскурсии по музею. Совместно с ветеранами ВВС провели полный осмотр экспозиции. Вот самолет перед вами стоит 1927 года, знаменитый У-2 учебный двухместный. Их было выпущено 40 тысяч. Перед войной на них подготовили 120 тысяч летчиков, мужчин и женщин. Войну использовался как ночной бомбардировщик. После экскурсии депутат Госдумы отметил – экспонаты совершенно уникальны, и их должен увидеть каждый житель нашей страны. Однако многим самолетам нужен особый уход, на который музею бывает непросто найти средства. Конечно, хотелось бы, чтобы еще нашлись средства, чтобы вложить в этот музей, чтобы здесь все-таки получше была инфраструктура. Там требуется ремонт ангара, где стоит уникальная техника, поэтому я в силу моих возможностей поучаствую в финансировании этого ремонта. Так что музей не просто не планирует переезд, но и видит перед собой дальнейшие перспективы развития. Все же могучие машины, творившие историю авиации нашей Родины, заслужили почет и уважение. Александр Гранич, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо.